Девушки отдыхают Сейчас произойдет торжественная церемония третьего открытия киноклуба «Синефантом», которая состоится здесь. Да, пожалуйста, присаживайтесь, поскольку после этого, естественно, будет показан кинофильм. Я коротко скажу историю киноклуба. Он открылся в 1995 году в Музее кино, потом там же он закрылся первый раз. В 2004 году киноклуб открылся в кинотеатре «Фитиль». Это были, на мой взгляд, одни из лучших лет существования клуба. Там он тоже закрылся. Потом немного он существовал в кинотеатре «Пионер». Это, к сожалению, не принесло ничего. И сейчас, после некоторого перерыва, меня спросили, сколько прошло времени с тех пор, как клуб не существовал. Я, честно говоря, не помню. Несколько лет. Но сегодня в фойе электротеатра «Станиславский» клуб начинает снова свою работу. Я надеюсь, что вы не первый раз в этом здании. Я ничего про него рассказывать не буду. Я считаю, что это уникальнейшее место сейчас в центре нашего города. И сейчас давайте пройдем торжественную церемонию открытия. Я попрошу Юрия Орлова, знаменитого композитора и музыканта, Ленку Кабанкову, подержать ленточку. Так. И нашего гостя из Берлина и Черногорска. Черногорск – это рядом с Абаканом Сибири. Произвести церемонию… Так, Игорь, иди сюда. Тебе тоже дозволено находиться рядом. Вот, это Игорь Олейников. Давай. Сюда. Рядом здесь Женя, стой. А как мы ее разрежем? И она так… Нет, надо держать. Да, Игорь, иди, держи. С той стороны. Женя, ты вырезай кусочек. Так, Женя видит плохо, поэтому… Ты кусочек вырежи. А, держи его. Вот, Степа подошел. Степа, тоже выходи. Быстрее, Степа, бегом, бегом. На самом деле, конечно, вы все должны быть здесь, но если будете все здесь, никто на это смотреть не будет. Поэтому, да, это Степа Лукьянов, арт-директор клуба, арт-директор… Еще много чего, между прочим. Вот. Жень, ну… Ну, все. Ура! Юра. Юра Орлов. Евгений Кондратьев. Степан Лукьянов. Ленка Кабанкова. Да. И с вами я, Глеб Олейников. Жить. Ребята, в общем, мы решили открыть наш долгий путь, который связан с обсуждениями современного киноискусства, показом фильма, который называется «Я забыл дебил». Вот. Это фильм-портрет, который снял, сняла, хотел сказать, юный, да, ну, в понимании советского кино вообще даже еще не родившийся режиссер. Ленка, выходите, пожалуйста. Вот Ленка Кабанкова. Очень приятно. Да. И, Ленка, скажи пару слов о фильме, чтобы люди были готовы к сеансу. Здравствуйте. Но мы сняли совместно этот фильм с Глебом, с Женей. Нам помогал «Космосфильм» Тихон. Тихон Пендюрин. «Космосфильм». Ура! Электротеатр. И, ну, об этом фильме я могу сказать только одно, что никакие ваши ожидания и надежды не оправдаются. Хорошо. А герой этого фильма стоит перед вами, Евгений Кондратьев. Актер, режиссер, художник. Жень, ты хочешь сказать пару слов? Да, я хочу сказать спасибо, потому что в ваших глазах, в вашем присутствии, я нахожусь здесь, в Москве, живую киномысль. Для меня клуб «Синефантом», с которым я живу уже с 1986 года, который был таким сердечным участием и гуманитарной мыслью, еще в тогдашнее советское время, проведен в жизнь. И от какого-то маленького ростка Игорем и Глебом Олейниковым. И я всегда был рядом и с того времени, можно сказать, что нахожусь вместе с Глебом и был всегда с Игорем. И для меня это такое трогательное, это аура клуба «Синефантом». Я жил в Берлине и читал и восторгался до какого-то экстаза, когда мне присылали пачку газет, которые вот там вот с нашим сегодняшним фильмом. Потому что там в обсуждении, в показах, в статьях была та независимая мысль об искусстве и мысли искусства, которую нигде больше я не мог бы встретить. Но я не беру интернет, потому что это особенная область, там свой язык до жаргона, а все-таки я, киноклуб «Синефантом», для меня высококультурное место. И я очень признателен вам, что вы принимаете это трогательное участие в этом живом процессе образования и жизни искусства и киноискусства, в чем я живу от и до и чему посвящена вся моя абсолютно жизнь. Большое спасибо вам за это. Я извиняюсь, если я как-то буду банален, потому что я этот фильм, у меня особенное к нему отношение, я просто прошу прощения, если я покажусь вам где-то претенциозен или банален, но это обусловлено разными специальными моментами и в первую очередь бюджетом, потому что бюджетов фильма, насколько я понимаю, можно сказать, что почти не было. А это кино снимать без бюджета, это очень трудно, как вы можете представить, конечно. Большое спасибо вам за внимание. Не знаю, может, какие-то моменты вас тронут. Да, друзья, вот есть еще два места, кто хочет сесть поближе, вот уже одно место, вот все, мест больше нет, поэтому хочется пожелать вам приятного просмотра, вот и надеюсь, что он таким и будет. И после показа состоится традиционное обсуждение с авторами фильма, вот я в себе к своей радости сегодня совмещаю роль ведущего и, ну, частично автора, я, конечно, автором не являюсь, я бы помогал производству. Вот бюджет потрачен был, просто мы от Жени, Жени не все рассказали. Утаили от меня, утаили от меня. Я опять остался. Да, на Женин гонорар, собственно, был произведен ремонт в театре. Все, спасибо. Хорошего просмотра. Я с удовольствием расскажу мои личные отношения с Константином Сергеевичем Станиславским, перед которым я склоняю колени, голову, перед культурой этого человека. Жень, уходим. Вот смотрите, как все может происходить дальше. Если у вас будут возникать вопросы, то автор, герой с удовольствием на них ответит. Если их не будет, то, соответственно, ничего происходить не будет. Да, если кто-нибудь что-нибудь хочет спросить, пожалуйста, поднимите руку. Вот микрофон есть. И вам, вот, пожалуйста, передайте, ой, ничего себе, микрофон джентльмену. Жень, добрый вечер. Добрый вечер, Егор. Я очень рад тебя видеть. Взаимно, с выздоровлением. Спасибо, Жень. Жень, у меня вопрос к тебе такой. Расскажи, пожалуйста, что ты сейчас делаешь? Я имею в виду творческую составляющую. Не держу микрофон, да. Я сейчас приехал позавчера из Центральной Сибири, где был у моей мамы, жил у нее 9 месяцев. И снимал материал для моего нового фильма, которое имеет рабочее название «Создание кино о любви». Я снял около 60 часов видеоматериала высокого разрешения. И думаю, сейчас у вас по любезному предложению студии клуба «Синефантом», как был сделан этот фильм и предшествующий мой фильм, который называется «Берлинские каникулы», который был сделан в июне, смонтирован с Леной и при участии Глеба на этой базе. И я сейчас хочу приступить к монтажу этого фильма о маме, фильма о простой женщине, которая живет в Сибири, одна, ей 91 год, и о любви, о любви человека и взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, которая отец, который, извиняюсь, сын и мама. И что это такое, какую глубину этой любви я пережил за эти месяцы. Вот об этом будет мой следующий фильм. Я думаю, что смонтирую его в течение месяца. И вот это моя сегодняшняя работа. Жень, скажи еще, пожалуйста, вопрос такой. Скажи, ты долгое время провел в Германии? Ну вот, как многие здесь знают. Да, без пяти месяцев 20 лет. 20 лет. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, вот чисто субъективно, за эти 20 лет что-нибудь здесь изменилось? В стране или... По твоему восприятию. В обществе. В России. В целом, в целом, да. Да, я бы даже сделал фильм, мог бы сделать фильм об этом, что о неизменности и изменчивости. И, конечно, меня в Черногорске, в городе, где я вырос, меня... как поставило на место то, что там те магазины, и они почти так же... Они стилистически так же оформлены, как они были в советское время до перестройки еще. Их неизменное расположение, и вот эта инфраструктура расположения. Это... то, что не изменяется в таком шахтерском городке, где город угольщиков. А, конечно, да, то есть то, что... Вот в моих фильмах видно в некоторых... в Петербурге и в Москве, где нет совершенно ни одной машины такой вот иностранного производства, и где во время наших кадров, где мы носимся по проспектам ленинградским, проезжает... Ну, пока идет съемка, проезжает... Вот это было в реке, например, фильм. Одна Волга какая-то за примерно одну минуту экранного времени. И еще один какой-то автобус, может быть. А сейчас там нет места, чтобы поставить иномарку. Вот такие моменты. А в людях, да, трогательно то, что остаются вечные ценности, неконвертируемые. Это и дружба, это и человеческое взаимоотношение. Мы сейчас с Игорем Олейником проехали по метро, в метро, вернее. И я первый раз какое-то время был в метро в московском. И видел, что люди как... Люди подчас изможденные, подчас едут на работу, и видно это, и как тяжело людям, что... Ну, ты в шесть вечера ехал, наверное, не сработал. Да, да, вот в этот момент. Я глубоко сочувствую и человеку, и людям. И, собственно, мое предназначение, это... Ну, я бы выбрал... Я не знаю, зачем я выбрал эту профессию кинорежиссера, я артиста. Когда я попал в Берлине в больницу с операцией со слоями сетчатки, на правом мой рабочий глаз, такие два немецких врача, молодые парни, лет по... Ну, по 35, так вот. Я сразу подумал, что можно им доверить жизнь, а потом, когда я пришел в себя, меня выкачали воздух из глаза, газом наполнили, пришел осмотр, профессор, герр, доктор Вельхаген, и доктор Мюллер, я ему говорю, доктор Май, я ему говорю, вот зачем я выбрал эту профессию кинорежиссера, мне нужно было, как вы, пойти врачом и спасать людей, вот так, как вы мне спасли глаз, с послезрения, я могу сейчас быть художником, потому что еще два часа, и я бы уже ослеп, по сути. Такая была у меня... Я понял, что я могу снимать кино слепой, вот это удивительно было. Что они сказали, если будешь двигаться, то если все неудачно, то через два часа все. И вот... А он мне сказал, что нет, кинорежиссеры тоже нужны, и артисты тоже нужны, так что не думайте. Вер Кондратьев. Вы задавайте вопросы, я как бы привык к динамике, то есть я в свою очередь извиняюсь, потому что я кинематографист, и я извиняюсь за то многословие, которое в этом фильме. Лен, прости за такое личное, но могу, что... Вот я не люблю многословие, я к слову очень внимательно отношусь. Это все импровизация была, не с листка, так... Очень хороший фильм, мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо всем создателям. И вот как раз про сценарий импровизации. Расскажите более подробно о процессе создания, сколько этапов вы там в разных ипостасях, с разной головой, с разными какими-то подходами, как бы вот про структуру, импровизацию и вообще все длительность. Немножко по... Дайте мясо. Это была все компьютерная графика, как вы поняли. Но время, собственно говоря, все решило. Это снималось 2004 года и накапливалось архивом. И архивы у меня есть про многих людей. И именно сейчас, это уже спустя 12 лет, выросло в цикл, в ста-серийный. Когда будет о каждом человеке, кто мне близок и близок. Ну, естественно, мне постольку-поскольку, потому что сейчас уже накопилось 100 серий, и уже половина здесь сидящих точно попадает в этот цикл. Они уже знают об этом. И... В общем... Ну, время. Я к тому, что... Сценарий — это и было время. Или время — это и было сценарий. И у человека как-то вот... С появлением Гугла перестала присутствовать внутренность. А как раз мне и хотелось... То есть, Гугл прогуглить — это внешность, внешне. А вот то, что невозможно прогуглить — внутренность. Ну, вот такое и такие мы все есть. Это и есть сценарий. Ну, жизнь, время, накопление. Женя — это фильм «Портрет». Это фильм «Портрет». нашего 100-серийного фильма. Сериал. Цикла. Цикла, да. Именно Евгений Кондратьев, за которым очень интересно... Наблюдать. Даже наблюдать. Не то, что вместе творить, а даже наблюдать интересно. Я бы... Ну, мне неудобно было... Ну, как и первый раз я посмотрел фильм, и сейчас я его как-то, можно сказать, даже с удовольствием с некоторым, пускай это неприлично прозвучит, посмотрел. А вообще, конечно, у меня с 80-х годов, а конкретно с конца 80-х годов в Петербурге, у меня существует, собственно, моя актерская концепция немого, незвукового классического кинематографа, которую я развиваю до сих пор. И вот, конечно, тут в этом фильме тут есть некоторые фрагменты вот из моих фильмов 16-миллиметровых, которые подчеркивают эту концепцию. А вообще, конечно, мне бы... Ну, вот этот извиняющий момент, что это фильм-портрет, а поэтому я, как художник, я неудовлетворен. Ну, это может быть нормально, такая вот неудовлетворенность, что там мало очень вот из этого трактата искусства киноактера. Вот, который я развиваю уже несколько десятилетий методично. Но здесь есть моменты, вот из материала этих лекций о кино, этого внутриязыкового перевода трудов Константина Сергеевича Станиславского, который я откопал восьмитомник в Берлинской библиотеке Гумбольд-Университета на Доротеенштрассе и штудировал все эти годы, последние, начиная с 2002 года, когда первый раз попал туда. И вот я хотел, чтобы... То есть поставил себе стратегическую задачу и проанализировав свои возможности как кинематографиста, техническую базу, я подумал, что это самое будет близкое к выполнению моей задачи создания искусства, трактата искусства киноактера, немого кинематографа. Это внутриязыковый перевод произведений Константина Сергеевича, потому что, когда я первый раз открыл, после многих лет, я читал его в моей жизни в искусстве еще в 80-х годах, конечно, потрясающая книга, что этот язык не поймет ни один русскопонимающий, русскоговорящий человек, то есть этот русский язык его, которым он пишет, и вот эти видео, которые были, фрагменты, это вот из моих лекций о кино, которые я хотел сделать, но вот ребята меня опередили, то есть по сути это как бы вырванные, ну что случилось сейчас, то что это было вовремя сделано, потому что если бы я не успел сделать ни одной лекции этого цикла, я просто вспомнила, Женя, одну вещь, почему вот, собственно, что меня побудило на это, я хотела сказать, это, знаете, наномогилы, я вот подумала, что, ну людей-то много, и когда приходит этот человек, ну это просто сейчас, я вообще говорю совсем, откуда вообще возникло даже все архивировать, снимать везде, и во всех разных ипостасях. То, что останется от человека, это можно будет нажать на кнопку и посмотреть, не только прочитать о нем, а именно еще и пережить несколько минут с ним таким, как он был, это о каждом, и обо мне тоже, ну вообще обо всех, я сейчас не говорю конкретно о Жене, о чем-то еще, не пугайся, Женя, нет, я просто это как, вот что, как, собственно, склейка и человеческая жизнь. А, склейка. Да, и человеческая жизнь. Насколько они... Да, это технологический элемент монтажа аттракционов, этого глобального открытия. Ну, дорогие друзья, у кого еще есть вопросы? Ну, на самом деле, за звуком была какая-то фигня, так-то вообще звук хороший, что должно быть, все должно было быть слышно, я уж не знаю, кто что слышал, кто нет, но мне даже это и понравилось, что там слышать. Так все было слышно, да, конечно, а что там слушать? Да. Ну, то есть через сто лет это будет реально актуально, по-настоящему. А сейчас это, ну так, е-ха-ха, все здесь стоят. Друзья, понимаете, у нас есть еще время для того, чтобы вместе о чем-то поговорить. Давайте вместе подумаем, какой вопрос можно задать авторам этого фильма. А вот молодой человек хочет задать вопрос. Где? Вот, 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 заставь. Так, малыш, отнеси микрофон. Спасибо. Я вынужден повториться, но я просто хотел сказать спасибо. Это интересное кино и очень интересное сравнение театра и кино, вот что у меня особо отметилось. А вопрос, пускай такой, почему вы так не любите поэзию? Я, да? Или я? Или я? То, что я так говорю о поэзии, ну вот как-то вот так вот, да? Да-да-да, я вас могу понять, потому что у меня много друзей, поэтов настоящих. Ну, у меня есть какой-то в характере какое-то позерство. Это вот я, это, наверное, мое личное, природное, или из-за воспитания какого-то, может быть, из-за какого-то. У меня искривляние в моем характере. Вообще, я был гениальный лицемер, меня в школу маму вызывали, а потом это как-то ушло. Этот растворился, этот талант, и я стал такой сухарем, который ищет какие-то трактаты, какие-то методики, какую-то систематику в искусстве еще. А это то, что вот я вот так позирую, это я соглашаюсь с вами, что это, допустим, не Алексей Хвостенко, не Олег Григорьев. Вот, конечно, это бы они, ну, это отнеслись как и вы так же. Ну, то, что вот я, я бы не осмелился при них так себя вести. Я от Олега Григорьева получил выговор даже один раз на Пушкинской. Вот за такое позерство. Да, это вот я не смог, конечно, это ответить никак. Простите за это. Кривляние, это чисто любительское кривляние, которое вот компенсирует вот всю мою, всю мою, то, что я не реализовываю, вот, например, на Масфильме, когда был фильм Тракториста 2, я глобально, то есть, ну, энергию туда выдал фильм и, конечно, эту фабрику нашего Голливуда, вот, Масфильм, потому что там совершенный канон и спросите любого Масфильмовца от рабочего сцены до этот канон ты не перейдешь никогда, лучше не доиграть, чем переиграть, вот, в кадре не двигайся, вот так вот повернешь голову, скажешь, тут два шага, вот, черты здесь даешь, скажешь, потом повернешь. Вот это кино, то есть, ну, когда смотришь вот эти ролики-пленки, где ничего не происходит, метр, так, стоит вот такое лицо, ну, потому что там в резкости лучше передается, но вот это кино, я против этого был с самого изначального моего пути и до, ну, сегодняшнего дня, что это движение. Нет, я просто говорю, что хочу вам тоже ответить на вопрос, что это моя не самореализованность, вот, что я хотел бы сказать, потому что все время не хватает, не хватает, и я научился себя, как любой художник, золотом правил, бросить вовремя и все, не притрагиваться, как там будет, или три часа у меня норма сделать фильм, видеофильм, я сажусь за компьютер, если материал закачан, я встаю за компьютер, через три часа фильм готов, десять минут или восемь, такой вот мой прогон стандарта, вот, там были фрагменты вот таких маленьких фильмов, и вот я, вот, это моя компенсация, вот, о поэзии, вот я, что, я так к ней отношусь, ну, потому что я знаю настоящих, знал настоящих поэтов, и знаю настоящих поэтов, соглашаюсь с вами, поэтому могу сказать вот такие глупости о себе. Спасибо, Жень, пожалуйста, Юр, ты хотел продолжить нашу беседу? Да, Ну, Юр, Орлов, конечно, да. Не, я продолжу, я не знаю, как, я просто... Юр, ну, микрофон, ты же профессионал. Я просто, знаете, вспомнил такой момент, вот этот был сейчас вопрос по поводу нелюбви там Евгения к поэзии, но я не думаю, что, конечно, Женя прям не любит поэзию, это, не так, не, я просто вспомнил сейчас момент, почему мне даже стало смешно, был такой момент, в Москве начали открываться ночные клубы, вот, и в один из московских клубов нас затащили какие-то, какие-то приятели, Женя, меня, по-моему, Петлюра, еще кто-то был, и Женя что-то смотрел, крутил-крутил, как обычно, головой, значит, потом впилился, глазами, Юра говорит, смотри, Юсов сидит, и огромное кресло, а мы приехали с какого-то кинофестиваля и как раз переместились вот в этот клуб, и, значит, великий Юсов, значит, сидит в кресле, таким вот животом, довольный, валяжный, и просто дебил, вскакивает, просто к нему в ноги падает, начинает его хватать, там, целовать, обнимать ноги, было, там его помнишь, Женя, да, Юсов, конечно, смеялся, но нужно отдать должное как бы великому Юсову, что он как бы ему очень понравилось, на самом деле, вот это шоу Евгения такое веселое, так что вот это на самом деле такая же любовь, кстати, и вот к таким людям тоже уже не есть, то есть не только к поэтам, на самом деле вообще это его отношение не только к поэзии, вот такое, специфическое, своеобразное, а вообще ко всему, на самом деле, и как раз вот этот фильм пытался открыть именно Женю, но пытался только, до конца, конечно, вообще сложно, потому что Женя вообще таинственный, человек загадочный, но насколько, мне было интересно, конечно, посмотреть фильм, он интересный, захватывающий такой, но будем ждать еще серии про Евгения, потому что он достоин, конечно, целого сериала. Я резюмировал этот фильм, когда первый раз посмотрел. Ну, фильм интересный, тем, что люди, которые меня не знают, они вообще уйдут еще дальше. Ну, в общем, да, на самом деле, это было единственное стоимость этого фильма, это я определил для себя, как, ну, как савтор. Да, да, Женя мне позвонил из Сибири, и такой говорит, ну, ты знаешь, я посмотрел этот фильм, а мы просто, когда Женя приехал, я уже сделала вот этот фильм, и мы сразу же с Женей сделали за неделю «Берлинские каникулы», и когда он в Сибирь уезжал, он уехал с двумя фильмами, вот с этим «Я забыл дебил», который он не видел, и с «Берлинскими каникулами», то есть с двумя фильмами, и он там с друзьями посмотрел, он мне говорит, звонит, я с друзьями посмотрела эти два фильма, сначала мы посмотрели, значит, мой фильм, а потом посмотрели вот тот фильм, который ты сделала, и я так думаю, ну, я уже жду, Женя сейчас у меня как пришлепнет, как таракана, и Женя такой говорит, ну, да, мой фильм лучше. Евгения, а вот еще вопрос такой, по поводу внутрикадрового монтажа, ты не расстался с этой идеей, ты как-то развиваешь внутрикадровый монтаж? Да, да, в новых твоих работах, в фильмах, просто мы с тобой не виделись 20 лет практически, мне интересно. Да, 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 это мое собственное открытие, несмотря на то, что к этому может прийти любой ребенок, по сути. А вот я как раз к этому пришел, и вот тоже снимал, после ты уехал, а я начал тоже снимать опять свои фильмы, но, к сожалению, моя коллекция в моих фильмах, она сгорела вся, на одном фестивале, просто ее, во-первых, многие фильмы украли, остальная коллекция сгорела, не с чем даже тебе похвалиться, но я постоянно вот это внутри, внутрикадровый монтаж, как бы, а сейчас вот это вскрылось, откуда во мне это, то есть это ты. Я. То есть на самом деле ты меня научил, когда, помнишь, ты ко мне приезжал как-то в гости, и мы долго обсуждали, как бы, да, это ты меня научил, на самом деле, вот это, в этой фишке, я, кстати, тоже снял не так давно большой такой сериал, там, ну, про проституток, в принципе, но пользовался как раз внутрикадровым, твоим монтажом, вот этим, на склейках, то есть, да, подействую, потом выключу, оп, там, дальше что-то начинаю снимать, мне очень нравится, это вообще идея очень перспективная, на самом деле, очень смелая и веселая. Я перерыл все кинословы, крутая идея, да, и, ну, там стоит, спасибо, да, Юр, тебе спасибо, я просто еще расскажу, вот, об этом уникальном явлении, которое доступно всем, можно сказать, в этом его еще один гениальный момент, то, что там нет этого, то есть, из всех, из всей раскладки, всех, всех, всей терминологии монтажа, там нет внутрикамерного монтажа, естественно, и вот мои все, ранее, я пришел к этому совершенно методично, потому что, когда мы снимали с Юфой первые фильмы, по сути, я сделал шаг искусства уже под патронатом моего друга и учителя Евгения Юфита, ленинградского мэтра независимого кино, так, и вот и когда мы снимали наши фильмы, у нас были мотор, нет, сначала поехали мотор одновременно и нажималась кнопка и все начинали играть именно в этот момент, когда кнопка нажималась и всем говорили стоп или все уже чувствовали этот момент и это были кадрики, потому что материал стоил жутко дорого, мы зарабатывали это каким-то трудом, я в котельной работал, уголь, топил два дома в Питере и конечно каждую пленку ты вот этот ракорд, то что я там показывал, это вставлялось все в темноте, чтобы сэкономить несколько сантиметров пленки, максимально, то есть можно было приклеить ракорд, конечно, но и когда я вот смотрю вот эти старые фильмы, вот на на труд и голод, вообще первый фильм «Грёзы», то что вот я переклеивал склейку и там эта сказка, кадр заканчивается, потом пробел под обтюратором, там происходит пленка останавливается и пока если там какая-то пауза, пока происходит подктуру следующие кадры, то идет подсветка через обтюратор попадает и когда смотришь пленку, она не разрезанная, вот мои многие фильмы, такие целые блоки монтажных фраз, они не разрезаны, они смонтированы именно на площадке мотор, стоп, следующий кадр, поехали, выбрали, мотор, крупный план пошел, так, с кенджиком, значит, и вот из этого вышла моя концепция внутрикамерного монтажа, а потом, когда я стал снимать видео, я обнаружил на кассетах, когда во время прогона просмотра материала, у меня нет времени даже не то, что монтировать, просматривать материал, потому что сотни часов лежит сейчас в Берлине, в котором я вообще не могу попасть, то есть, я их даже не видел. Надо взяться, Жень, потому что обязательно. Я хочу сказать, что когда я смотрю, вот это, когда видеокамера останавливается, а потом она включается в другом моменте, и вот эти вот стыки, то есть монтаж, то есть, ну, очевидно, вот моя технология, она задает, конечно, методику, стиль, технологию, то есть, включение и выключение камеры, и происходят такие открытия, то есть, это как в поэзии, когда из нескольких обычных слов, которые все говорят, без прерыва вдруг происходит это чудо, которое потом становится песней души народа. вот это вот в этих вот кассетах можно, я хотел сделать, я уже начал набирать, у меня уже был набор, линейка вот этих, вот этих стыков внутрикамерного монтажа, их набралось уже несколько минут, и, то есть, вот, можно сказать, почти целый фильм, короткий был бы уже, как подтверждение этого моих слов. Ну, вот надо, Жень, доделать обязательно вот эти фильмы берлинские, которые вот внутрикадровым монтажом сделаны, просто нет. Ну, если ты будешь вниз, я тогда к тебе приеду, то тоже с тобой посмотрят вместе. Параллельно кинопанорама. Да, у нас, нам еще надо 20 минут доснять, ребят, помогите. Как 20 минут? Еще 20 минут. Мы же в прямом эфире. Да? Конечно. Есть ли какие-то пожелания или вопросы? Вот, Юра, не передашь? Кстати, фестиваль сгоревших фильмов, это, мне кажется, да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу вам сказать тоже спасибо огромное. Даже не просто за фильм, а это было исследование, серьезное, совершенное всеми троими людьми. Это очень важно сейчас сделать такие вещи, мое мнение. Вот, а вопрос такой хочу задать, ну, в качестве урока для нас всех, что ли, или опыта какого-то переданного. Расскажите какую-нибудь историю, ну, это ко всем троим относится, историю, жизненную ситуацию или актерский опыт, или режиссерский опыт, который может помочь каждому в жизни из присутствующих, вот, нам. если можете поделиться, то поделитесь с нами, пожалуйста. Такой профессиональный опыт для применения его в обычной жизни. Да, я вас понял. Спасибо. Я сейчас подумаю несколько секунд. да, может быть, потом. Потому что сразу не решится. Мне кажется, мне кажется, что искусство Алексей Нестеров, я хочу ответить на ваш вопрос, Жень. Если я неправильно отвечаю, вы можете меня поправить, потому что очень важно, когда творческий опыт Жени Кондратьева и его кинематографических, да и не только кинематографических соратников по искусству помогает в жизни. И я делюсь своим опытом, как художественная работа, общение помогает в реальной жизни. Вот иногда испытываю чувство неловкости по ходу своей работы творческой. Ну, возвращаешься с репетиций или со съемок, чувствуешь какое-то неудовлетворение, но сделанной работой и иногда встречаешь своих коллег и неловко перед собой, перед ними вспоминаешь о работе своей. А когда я встречаю Женю Кондратьева, у меня всегда радость такая возникает. И я понимаю, что то, что мы с ним находимся в одном творческом пространстве, оно дает мне какую-то такую позитивную эмоцию, очень мощную. И в жизни моя приватная, она мне помогает реально. Как мы, Алексей, с тобой последний раз встретились перед тем, как здесь за столиком встретятся, в Берлине, во время моих ночных прогулок я иду и ты говоришь «О, Женя!» А я с какими-то путями нашел. И этот монтаж, внутрикамерный монтаж практикуется не только в пространственном применении, но еще и во временном. Вот совершенно справедливо. Да, да, да. Если встречаться, к примеру, как мы это делаем через каждое 10, 15, 20 лет, то это совершенно потрясающе возникает момент очищения. Так что, если я неправильно ответил на этот вопрос, то дети волнуюсь. Совершенно в корень о времени, да. Спасибо. в кино это время. Ну вот я хотела бы сказать, представляете, как здорово, да, вот такие фильмы и такие общения, потому что потом в интернете будет написано уже Евгений Контрасте, ну или там кто-то еще, поэт, кинорежиссер, чего, кто, как, почему. А вот именно внутрикадровый и камерный монтаж, внутрикамерный, да, жизненный, как вот его показать, как никак, как не так. Да, три плана. Три плана входит в садовеческ, пастуха на втором плане, а на третьем плане пролетает орел. Вот тебе это внутрикадровый называется монтаж технологический кинопокамерный. А внутрикамерный это как раз вот то, что я о чем говорю. Что, у тебя вопрос? Ну иди сюда. А почему фильм называется «Я забыл дебил»? Да, я вот тоже об этом сегодня. Я, а, да, это, наверное, ление. Вопрос, почему? Потому что мы долго спорили, а Женя все-таки для меня этот человек... чтобы моего имени в искусстве не было в названии фильма. В корне протестовал, потому что я считаю это, ну, несколько так, ну, в общем, вот где-то так. А, а вообще, то есть, такая эта формула, вообще, ну, что, как бы, геометрия этой формулы. я забыл дебил. То есть, ну, как бы, мне кажется, что это такая... Это маркетинг, ребята, маркетинг. А вот, а вот... Да, вы хотели. Да, спасибо. Надеюсь, буду не очень путанно изъясняться. Возвращаясь к тому, что это фильм «Портрет». Но с «Портретом» всегда возникает такая стандартная вопрос репрезентации. То есть, понимали, я, что я вижу на этом портрете, но должен ли я узнавать на этом портрете того, кто на нем изображен, да, вот такие вопросы. И, следовательно, мой вопрос вот в чем заключается. Является ли этот фильм репрезентацией, самопрезентацией художника или является этот фильм репрезентацией авторского взгляда на художника? Я думаю, портрет ничего не должен. то есть, да, 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 да. Я все-таки надеюсь... На мой взгляд, это, конечно, взгляд автора на художника. Вот, художник испытывает определенные эмоции по поводу того, что он видит про себя. Это заметно даже сейчас. вот посмотрите. Нет, ну, правда, мне интересно даже, что, что, может быть, это как-то даст возможность возникнуть интересу к человеку, и уже дальше человек сам может откопать что-то. но это как в картинной галерее, какой-то портрет и есть, вот, допустим, там на выставке Серову был царь такой, Александр II. И мне стало интересно, ну, просто как-то меня портрет заинтересовал. И вот цвет кителя, что вокруг. я начала изучать историю этого царя. И вот как-то вот свой взгляд увидела. Но на самом деле это так сложно сделать о человеке фильм и еще сделать о... И чтобы он еще прошел. Да, и чтобы он еще пришел, и чтобы он еще там... Вот Юра понимает. Я на самом деле очень сильно боялась того, что Женя, я говорю, меня прихлопнет как таракан. Но внутренне понятно, что не прихлопнет, но так, это же все-таки важно, как человеку показать, как увидеть, где он там, чего. Я могу просто могу немножко пояснить свой вопрос. Мне просто показалось, что ну, как бы фильм, в общем, во многом зависел от того, что художник, которого вы изображаете, говорит на камеру. Конечно. И здесь очень малостороннего взгляда. Поэтому я и спрашиваю. То есть здесь, собственно, есть... Так меня и нет специально для того, чтобы это не было... Это осознанная позиция, да? Нет, это не... Собственная позиция, чтобы не было меня, чтобы Женя был такой, какой он есть, максимально приближенный к небу, земле, воздуху и тому, чем он живет. Просто подсмотреть. Ну, не подсмотреть, конечно, а залезть скорее, украсть что-то. То есть тут, наверное, есть все-таки такой момент, что с чем-то он мог бы быть не согласен, но мне бы пришлось это у него выдирать. Ну, болезненный момент и для художника, и для режиссера. Но Женя монстр. Он меня очень многому научил за то время пока. Ну, вот мы, я говорю, за неделю сделали блокбастер «Берлинские каникулы», который вот в производстве сейчас, в таком уже постпродакшене. «Берлинские каникулы» Спасибо вам. А я предлагаю сейчас в паузе сказать, ну, я не знаю, или в паузе, или в конце, что следующий показ будет 5 апреля, премьерный фильм Игоря Волошина, где главное действующее лицо Леонид Федоров из группы «Аукционов». В фокусе Леонид Федоров. Это тоже такой вот… Да. Здесь будет 5 апреля в 20.00 показ фильма Игоря Волошина, которого вы наверняка знаете. И Леонид Федоров тоже будет. И Леонид Федоров тоже будет присутствовать. И у меня такое ощущение, что можно уже, наверное, заканчивать. Совершить внутри камерный монтаж и включить его 5 апреля. Да? Ну, во-первых, хочу всех поздравить с сегодняшним событием, с перелезанием этой ленточки и фильм, который мы сегодня увидели. Ну, я смотрю на вас, и я вижу в ваших глазах, что вы ждете какой-то… еще, еще обратные связи. Нет, я наоборот… Нет, не хотите? 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 То, что происходит на экране, оно непосредственно связано с каждым из вас, и каждый из вас он свою часть этой картинки составляет. И очень важно то, что идет с экрана. Вы сравниваете с гуглом, с интернетом что-то, то, что можно увидеть внешне, и что-то можно увидеть из глубины, изнутри, то, что нельзя обнаружить в картинке, которую мы просто набрали, например, в поиске какое-то слово, набрали Евгений, увидели какие-то фотографии, может быть, какие-то статьи, и мы пытаемся погрузиться, а глубже не получается. Просто есть какая-то преграда, и дальше этого текста, этих картинок нельзя погрузиться. Фантазировать только. Да, можно только фантазировать, домысливать что-то. Домысел, он важен для этого. Да, важен домысел. В общем, вы попробуете 8 часов в день посмотреть на Луну, и все поймете. Да, извините. И вот этот фильм, фильм-портрет, как вы его охарактеризовали, интересно то, что он не... он, скажем, он не похож на тот фильм-портрет, который я бы ожидал увидеть, потому что портрет, ну что-то, может быть, человек фотографировать каждый день его лицо, вот как он рос, изменялся, и вот фильм-портрет во времени. А здесь нет времени. Здесь портрет, он не времени, потому что куски фильма, они совершенно из разных временных отрезков, и они складываются именно в ту картинку, которую вы увидели. Ну это как краски. Да, точно. То есть они же разноцветные. Ну то есть я вот сейчас думаю, действительно, есть какие-то моменты, которые думают, а это ты здесь при чем? А с другой стороны, это настолько... Ну и вопрос, вы как этот фильм охарактеризуете, как портрет комедии или как портрет драмы? Это отличный, кстати, вопрос. Мне кажется, это внешне портрет комедии, а когда ты присматриваешься, то понятно, что это портрет драмы. Но есть противоположная точка зрения. Внешне это портрет драмы, но если присматриваться, это портрет комедии. Я тоже хотел бы сказать, извиняюсь, можно я сейчас доскажу к этому, что вот все мои лекции о кино, которые я задумал на основе текстов Станиславского, и материал из которых, по сути, был испещурен в этом фильме. Вот это... У меня была концепция вот об этом, что когда живешь в Берлине, вдали от родины, и... ну, то есть, в совершенно другоязычной среде, где ты вообще никому не нужен. Не только не нужен, а неинтересен, а вообще вот так вот. И вот когда ты живешь художником, то есть ты просто не востребован не здесь, а ты не востребован и не нужен. И вот и художнику, как в этом мире прожить, и у меня была концепция вот, именно как раз вот это развлекательное кино. То есть развлекательная форма, вот как вы говорите, что комедийная развлекательная форма, собственно, что я и делал вообще всю свою жизнь, выбирая вот эту вот развлекательную форму. А в глубине это, конечно же, и до катарсиса доходит, когда люди, ну, собственно, их жизнь вот проходит вот так вот в кино, и просто это вот моя тоже концепция, такая трагикомедия, что не разочаровывать людей, а просто дать внешнюю, но у человека есть выбор уйти, просто посмеяться и уйти, ну, чтобы он себя не калечил. То есть зачем ломать голову или зачем болеть за других или за что-то там, за какие-то, не знаю, чтобы у него был выбор, я это оставляю тем, кто уже дальше. То есть, ну, по крайней мере, в моих фильмах, не знаю, мне кажется, есть потенциал, который дальше ведет в глубину, где вот до Андрея Платонова, который вот этот, я под его впечатлением тоже вот начинал свой путь как художника, так, философская глубина, которая упирается в никуда, из которой идет душа народа, вот, душа общества, в общем-то, не народа, а общества, скорее, вот это вот комедия и драма, и трагедия. Пожалуйста. Да, я, наверное, не знаю, что это, не вопрос, это не вопрос, это комментарий, наверное. Тут такая, ну, как, очень конкретная среда возникает, вот, в момент, она прям, ну, ее можно почувствовать. Она связана вот с комедией или трагедией, я бы сказал, что это, ну, не комедия, не трагедия, а тут как бы такая, ну, вот данный конкретный художник, если по портрету говорить, и тут пытались какие-то практически из этого вытянуть вещи, так вот, и Тюма обучает это кино, так какой-то такой аристократической самоиронии какой-то, ну, невероятной, на самом деле, на мой взгляд. Там какая-то есть такая, звон постоянный, вот этот вот, который постоянно сам на себя реагирует еще, вот, и, ну, это очень сложная, сложная позиция, но она прям вот здесь вот висит. Это вот прям есть, это очень конкретная вещь, и спасибо вам огромное, что вы это, ну, А, это вы без иронии говорите? Серьезно, да? Спасибо, да. Большое спасибо, действительно, это трогательно, да. Я вот, я бы овладел бы вот этим. Это, как сказать? Я вот недавно смотрел фильм с Роем Аткинсоном, ну, вот его фильм вот этот. У него есть такие точки там, но все-таки он, как-то его там забирают, что это кино большое, вот, а у него есть вот такие позиции, вот, где этот, Куан не разгадан, ну, то есть не разгадывается никогда. Я смотрю за сценками, за этими, они как бы бесконечно вертятся, и ты так, ну, и такая, ну, в этом смысле это, кстати, аттракцион, это каруселька такая, ты прям попадаешь в эту, и вот там, вот, спасибо. Крутое начало для открытия клуба. Да, спасибо большое. Я, конечно, хотел подчеркнуть, спасибо за ваши аплодисменты, но я все-таки хотел сказать, что, конечно, это фильм не документальный, это художественный фильм, и вот, 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 и ты об этом начал говорить, и можно, и, соответственно, задача, которая стояла перед режиссером, и он эту задачу, в данном случае, она выполнила, заключалась в том, чтобы методами документального кино создать высказывание, которое дальше начнет генерить смыслы, которые, естественно, документальному кино не свойственны. Да, и вот это удалось. Я хочу, можно? Если это говорят эти два человека, которые стоят, ага, под другую сторону. Я пока не забыл, еще об одном своем открытии хочу сказать, вот как раз вот к этим, вот к этой сентенции, что я придумал свой собственный жанр, кино, который разрабатываю еще, вот наравне вот с этой моей концепцией, теорией. Это хроникально-художественное кино. То есть то, что вот я делаю, это хроникально-художественное кино или аббревиатура ха-ха-фильм или ха-ха-кино. Хроникально-художественное, это когда не документальное, а присутствует, так сказать, по параметрам времени к прикрепленное или сделанное в определенный временной момент, который можно определить или не определить. И художественное, потому что там люди играют, потому что вот некоторые фильмы, они не улавливают эту концепцию вот этого определения хроникально-художественности. Я еще художественный реализм придумал. И вот... Представляете, сколько не вашего... Вот этот фильм, вот я просто сейчас ленту, я говорю, что этот фильм сделан как хроникально-художественное кино. Ха-ха-кино. Выходи, чувак. Давай, завершай. А Юре тоже будет серия. Вот в чем дело. Я Германе Виноградове. Германан Герман. Тогда мы будем завершать, наверное, наше сегодняшнее шоу. Такое замечательное. Всем спасибо, что вы пришли, и мы все посмотрели этот замечательный фильм. Кстати, хочу отметить еще на прощение, что все-таки, на мой взгляд, это фильм новой волны. Это Нью Вейв. Почему? Я хочу объяснить, почему Нью Вейв. Потому что Нью Вейв, Нью Вейв, вообще само понятие как новой волны, это не стиль, это отношение к стилю. Поэтому этот фильм подтверждает эту идею. Потому что этот якобы документальный фильм, почему он художественный? Потому что это отношение именно художественное кино к документальному. Поэтому получается логично, что этот фильм новой волны. По логике. То есть это Нью Вейв. Спасибо, ребята. Да, я считаю, что минимум мы сегодня нашли нового ведущего для Кинопанорамы. Это Юрий Орлов. Юрий Орлов, группа Николай Коперник. Это просто знаменитейший. Да, надо требовать возродить Кинопанораму с Юрием Орловым. Эта группа Николай Коперник играет самую крутую в галактике музыку, которую я только слышал на этой планете. И о нем будет целая серия. Я в Берлине кручу радио, что-то делаю, у меня такой маленький радиоприемник, как у настоящего разведчика. И вдруг, это берлинское радио, и вдруг один молодой человек говорит, а я прошу передать вас, там русскоязычная передача полчаса идет, передать песню группы Николая Коперника, и какую вот песню. И потом заиграла группа Николая Коперника. Ну что, идут титры. И Юра начинает петь. Простой художник. Титры. В Берлине слышу. Да, ну хорошо. Ну да, всем спасибо. На сегодня, я думаю, наверное, наш клуб прекращает свою работу. Ну до новых встреч. Спасибо. Прерывает, вернее. Прерывает. Пятого числа всех ждем. Спасибо. Чтобы она воплотилась. Всем спасибо. Кинообраз. Электротеатр. Станиславский клуб синефон. Ура. Открыть всегда для вас. Субтитры создавал DimaTorzok